Всем привет! Я Денис Соколов и вы смотрите видеоотчёт о турнире по Берсерку Новосибирск Open. Четыре часа в самолёте, полчаса на такси и я на месте. Я прибыл одним из первых. Столы расставлены, фишки разложены, слипы распечатаны. К началу турнира всё готово. Сейчас здесь почти никого нет, но очень скоро сюда прибудут унгары, которые поборются за звание чемпиона первого крупного соревновательного турнира по Берсерку. Организаторы заняты последними приготовлениями. День предстоит сложный, но они полны оптимизма и делятся им с игроками, напоминая не забывать о главном. Желаем всем участникам победы и, конечно же, хорошо провести время и получить удовольствие от игры. Следить, чтобы удовольствие было по правилам, на турнире будет один из тех, кто их написал. Член группы разработчиков Сергей Атургашев. До начала турнира осталось два часа. Ждём всех обладающих. Тормозите. Турнир будет горячий. Пока есть немного времени до начала, кто-то общается со знакомыми, кто-то, как мы, разминается перед игрой, а кто-то раздаёт автографы. По предварительным оценкам на турнире ожидалось почти 70 человек. В ходе обсуждений даже возник спор о том, что понадобится дополнительный тур на выявление единоличного победителя первого дня. Но в итоге список участников ограничился 63-мя унгарами. Тем не менее, это сделало Айдроид Новосибирскопен самым крупным соревнованием по Берсерку с момента перезапуска игры, не считая московского пререлиза, который проходил в формате силят. Короткая вступительная речь от организаторов. Последние напутствия от судьи и игроки начинают рассаживаться за столами для драфта, сверяясь с картой, опубликованной в телеграм-канале турнира. Открываем первый бутер. Несмотря на большое количество участников, драфты проходили без проблем и заминок. Также оперативно вёлся подсчёт результатов и распределения соперников. Всё организовано, все туры чётко прописаны, что расстановка. Удобно, чтобы она идёт в телеграме, дублируемся. Все сразу смотришь, чекаешь и рассаживаются, все ли с проблем, нет никакого хаоса. Первый тур начинается. Мне, как самому везущему, достаётся автопобеда, что позволяет понаблюдать за турниром со стороны. На главный стол под камерами для зрителей отправляются играть Кирилл Лупола и Сергей Михайлов, победитель и бронзовый призёр гран-при Старого Берсерка. Но напряжённая борьба разворачивается в каждой партии, ведь турнир собрал много сильных игроков, претендующих на титул чемпиона. Проходит время и фиксируются первые победы и первые поражения. У меня был очень жёсткий расклад, которому лучше всего играть под первый ход. У меня было три мразиша и посвящённый Зара. Я просто безответным дамагом снёс Кричу за пять и половину лица оторвал Кричу за пять тоже. У меня было два варианта, чтобы победу, но как-то, ну, наверное, всё-таки. Потому что в финале я должен был набивать минуту Кричу. У противника было аж две, я кидаю, кидаю. Мне нужно прям один средний, но у меня все слабые, поэтому он остался в одном ките, и я уже сдался. Большинство партий заканчивались в основное время, но всё же иногда приходилось прибегать и к подсчёту кристаллов. Иногда силы соперников равны настолько, что никто не согласен на ничью. Для разрешения таких ситуаций впервые судья турнира пользовался нововведением в правилах. Дополнительное время позволило снизить количество ничьих, так же, как и новое, более справедливое определение победителя по кристаллам. Там Гноми Король, Строй, Жаман уже грыз. Немножечко не хватило, можно было выиграть чуть-чуть. Вот, ещё, в принципе, ну, время, если ещё поиграли минут 10, скорее всего, я буду выигрывать. Сколько у вас кристаллов? Он сказал, ну, вот у меня 43, он говорит, ничья. Но я возразил, мой ход первый, и в целом, как бы, отряд противника исчезает. Там один хит остался, два. Да, судья подумал и сказал так, ну, если за два хода получится, что... Всё, что ты говорил. Да, всё, что я говорил, то победа. Если не получится, то есть останется опять спорная ситуация, даже с учётом того, что у него кристаллов окажется намного меньше, чем у меня, то бы я ничью поставлю. Жаркие споры по доказательству чистой победы, бушевавшей в телеграм-канале, к счастью, обошли стороной Новосибирск-Офен. На турнире было крайне мало конфликта к ситуации с определением победителя. Как раз единственная конфликтная ситуация, это с новой редакцией правил, что у судьи как бы больше полномочий для того, чтобы, ну, решить проблемы с затягиванием по кристаллам. Вот, то есть это тоже такой спорный момент, на самом деле, наверное, его нужно как-то ещё дополнительно обсудить. Потому что хорошо, что по факту решается проблема с тем, что игроки пытаются по кристаллам, там, допустим, выиграть и под это затачивают, там, свои финальные ходы, грубо говоря. Вот, но у некоторых игроков тоже вопросы к излишним полномочиям судьи. Каких вопросов точно не возникло, так это с определением победителя первого дня. Шесть побед в шести матчах. Единаличное лидерство. Победитель назвал главное, по его мнению, правила Берсерка и поделился рецептом своего успеха. Сильный Берсерк бьёт сильными ударами, а слабый Берсерк получает в ответку. Как так получилось, что ты шесть туров победил? Ни одного поражения. Хорошо играл? Нет, я хорошо ролял. А, то есть заролял сейчас, понятно. Сейчас, как свинья, просто заролял жёстко. Такой лешится. На этом первый день турнира завершился, оставив кого-то разочарованным, а кого-то с надеждой на лучшее выступление и шансами на победу в общем зачёте. В течение второй игровой день у нас сделка. Абстракт, это очень интересно выступить, какие колоды, под какими временами, и какой будет мета. Возможно, у нас сюрприз. Констракт на части турнира ждали с особым интересом, чтобы, наконец, расставить все точки над «и» в вопросах меты и преимущества второго хода. Однако рискнувших удивлять оказалось значительно меньше тех, кто решил сыграть надёжными, зарекомендовавшими себя сборками. Вполне очередным это гейм, как все ожидали, будет много сформов, есть парочек контролей, и почти в каждой колоде, в нашей одной осибирице, аристократка лежит. Я играл против трёх одинаковых колод. Две колоды – это были чистый сформ, третья колода – чистый сформ с мерцалкой. А разнообразные меты я не увидел. Тех же, кто всё-таки пришёл с оригинальными идеями, организаторы турнира отметили специальными призами. Самые необычные составы выбирал независимый эксперт Аким Губанов автосайта Probersiocru, на котором можно ознакомиться с полными деклистами всех участников турнира. Все играют сейчас в трансформе, как обычно. Я взял лазончик, чтобы просто проверить. У меня есть колоденостающий, у меня есть варблок. У меня есть варблок, но есть варблок, без формы, я их положу, против, взять. Обычно лазончик, что у них выплоть за пять реставров, в этот раз вышло за четыре, это вообще отлично. Приятный сюрприз поджидал Унгаров в перерыве. Разработчики предоставили новосибирскому турниру возможность показать спойлер степной ультры из грядущего сета «Нашествие тьмы». Честь сорвать занавес выпала победителю первого дня Андрею Лазареву и самому громкому критику первого сета Дмитрию Порыкину. Их оценка свирепого резака была неутешительной. Неутешительной для апологетов второго хода оказалась и статистика побед. Результаты драфта показали преимущество ходивших вторыми всего на 9%, а на Констрактите и вовсе первый ход побеждал на 13% чаще. Поэтому я думаю, что это еще очень сильно спасалось. Если бы он ходил вторым, то победил. Ходил вторым. Как победил? У меня была аристократка, собственно, но я закрыл две карты сбоку. Туда прибежал во второй ряд противника Гамрах, за ним заехал кочевник. Я телепортировался демоном в третий ряд противника. А потом Тови говорит, а пойди влево, а влево нельзя. И вместе с суббовым истязателем Тови дают 7. Вот получилось быстрый третий ряд? Конечно. На первый ход? Конечно. Но у меня всегда это получается, если я хожу вторым. Второй ход, либо в этом сайте. Сам Дмитрий Порыгин свой собственный челлендж на турнире выполнил. Он не проиграл ни одной партии вторым ходом, чем лишь укрепил свою веру в его непобедимость. Второй ход на самом деле не выигрывает. Я выигрываю, но он просто переоценен, мне кажется. У нас в городе есть очень, конечно, хороший второй ход, но, во-первых, они должны быть. Можно вторым играть без проблем, но при соответствующем на драфте. На турнире, к удивлению организаторов, новосибирцы оказались в меньшинстве. Унгаров из Москвы, Тюмени, Омска, Томска, Барнаула и Красноярска прибыло много. И это привело к неожиданному эффекту. Некоторые игроки проехали сотни и тысячи километров, чтобы в первом же туре сыграть со своими земляками. Так произошло с тюменцами. Да, это было странно, но я на самом деле здесь не сильно из-за этого парюсь, потому что, ну реально, если это рандом, это же не командное, да, как бы первенство личное. Просто было странно, что у нас в первый день и во второй два человека на констратике играли друг с другом и вчера на драфте играли друг с другом. И вообще парингов много было таких. То есть мы, получается, друг у друга сожрали очки. И поэтому командное первенство выглядит странно. На Сафонов, допустим, один лучший игроков Михаила и так далее, все через друга прошли. Некоторые по два раза сыграли. Топы картины в списке друг друга просто тоже резали страшно. И хоть они сумели собраться после поражения, но все равно дотянули до хорошего места. То есть поэтому, ну это обидно, конечно, приехать и сыграть друг с другом. Ну, такое бывает. Вот. Что поделаешь. Но это не критично, а вот для вообще никак. О том же говорят результаты второго дня. В топ-8 вышли представители пяти разных городов. Хотя некоторые из них опровергли утверждение организаторов о том, что ничьи на турнире будут вредить. Четверо лучших после четвертого тура договорились между собой о ничьях, чтобы исключить для себя риск непопадания в плей-офф. Кстати, ничьи, конечно, не по-спортивному. Потому что нет честной борьбы. И это больше математический расчет уже из каких-то погрешностей, чтобы гарантированно прийти в топ. Поэтому по этой причине так сделали. В самом топе с фурдалачей помощью и удачными бросками куба в нужный момент мне удалось выиграть все три партии и стать победителем второго дня. Десятки лучших общего зачета по итогам двух дней – Барнаул, Москва, Тюмень, Омск и, конечно, Новосибирск. Как человек-болельщик я немножечко разочарован. Я, конечно, надеялся на победу наших новосибирских игроков. И после первого дня были все предпосылки, что там в топ-8 еще зачет, а там большая часть будет Новосибирсов. Но это Берсерк. Кто-то думает, что можно одним городом доминировать, может ошибаться. В итоге у нас в финале было сегодня пять разных городов. В топ-8 тоже год выручили, наверное. И, конечно, третье, четвертое, пятое место Новосибирсов только с одной стороны это хороший уровень, а с другой стороны хотелось хотя бы второе или первое. Как и предсказывал главный судья перед стартом, турнир получился горячим и увлекательным. Интрига сохранялась до последнего матча. Победитель первого дня сумел сохранить лидерство в общем зачете, вырвав победу в партии за третье место второго дня. Андрей Лазарев потерпел всего одно поражение за 15 туров и заслуженно получил Кубок чемпиона и звание сильнейшего унгара Новосибирского опена. Играйте в Берсерк и удачи вам на Кубах!